Приветствую вас друзья на моем канале. В этот раз обзор будет не о рыбалке, а о знаменитом курорте Эльбрус и Чигет. Так как я раз в году посещаю горные массивы и отдаю предпочтение покататься на сноуборде и подышать горным свежим воздухом, я решил сделать для вас небольшой обзор, а именно рассказать и посвятить вам, что из себя представляет само сердце Кавказа. В этот раз мы отправились в ночь с Краснодара на семиместном микроавтобусе в количестве четырех человек до поселка Терсков, расположенного почти в подножии горы Эльбрус. Знакомьтесь, это водитель Михаил, моя сестра Евгения и ее молодой человек Игорь. Наш путь от Краснодара до Терсков заставил 585 километров. Мы должны были преодолеть весь путь за 7 часов через Армавир, Невеномыск, Пятигорск с минеральными водами и прибыть в Терсков. Конечная станция это Азау. Ну нам осталось в принципе немного. Передвигаемся вот на таком Ниссане, микроавтобусе. Сейчас осталось нам примерно 40 километров до Чебета и это наша первая заправка. Бак здесь 70 литров. Танцуем, девочки, танцуем. В пути у нас возникла одна проблема. Навигатор нас повел не туда, куда нам нужно. Потому что мы неправильно указали маршрут. И в итоге у нас получилось 175 километров лишнее. А это значит плюсом к нашему маршруту прибавилось еще 2 часа. В эту ночь мы ехали в непонятках. Асфальт закончился, дорога местами сужалась. Встречного транспорта совсем не было. Восник вопрос, а туда ли мы едем? Короче, мы приехали не туда. Мы обратно возвращаемся по этому же тоннелю. Неправильно набрали в навигаторе слово Чигет. Чигет нашли, но это чисто аул. Мы приехали в тупиковый аул. И сейчас надо возвращаться. Надо было набрать горнолыжка. Горнолыжный комплекс Чигет. И нам сейчас надо будет возвращаться 170 с копейками километров. Мы очень хотим приехать на место, но, сука, не получается. Наконец-то у нас расцвело. И мы начинаем подъезжать в самое сердце Кавказа. Ну а теперь немного истории о Эльбрусе и Чигете. Гора Чигет известна на весь мир сложнейшими трассами для фирайда и видами, открывающимися на величественного соседа Эльбрус. Ежегодно здесь отдыхают тысячи туристов. Поэтому Чигет заслуженно считается одной из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Чигет одна из вершин Прейльбрусия на отроге главного Кавказского хребта, чье название с балкарского языка переводится как лесистый склон, по другой версии стоящий в тени. Высота Чигета чуть меньше 3700 метров. На горе круглый год дуют западные ветра. Под их влиянием на склонах образуются снежные карнизы и уступы. При своей популярности у туристов Чигет это лавинная опасная гора. Большие снежные потоки сходят здесь зимой во время оттепелей. Поднимаюсь на гору Чигет. Вот такая тут красотень. Ну и вот, сбылась моя мечта. Я сегодня нахожусь на Чигете. Поднимались мы 3100 метров. Это высота над уровнем моря. Поднялись здесь, короче, тяжело, конечно, дышать. Воздуха сразу практически не хватает. Но ничего, постепенно привыкаешь. Поднялись мы с двумя переходами. На двухкресельном подъемнике и на однокресельном. Сначала один, порог прошли и второй. Здесь очень сильный ветер. Я пока спрятался ответом, чтобы меня было слышно. Ну, вида пока вам скажу, такого здесь нету. Потому что здесь слишком снежно. Ты что там, тучи разгоняешь руками? Скажи, брус откройся. Это потому, что я приехал. Поэтому ветер прикатился и солнышко выходит. Ну, товарищи рыбоохотники, выпьем мы за удачное, успешное прибытие на Чигет. За это и выпьем. В общем, мы сюда вообще приехали на 3 дня. За эти 3 дня я постараюсь вам все рассказать. Показать, сколько стоит. Какие протяженности трассы. Ну, не знаю, как получится, короче. Как получится, я вам все расскажу. В основном, я сюда приехал для обзора. Кататься особо не буду. Ну, а в следующем ролике, когда я приеду, я уже буду дальше снимать ваши любимые рыбалки. Так что, всем приятного посмотра. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем приятного посмотра. Еще раз. Что из себя представляет Эльбрус? Эльбрус – это высочайшая гора в России. Расположенная на границе республики Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Характерные двуглавые вершины горы, покрытые снегами. Это визитная карточка Северного Кавказа. Высота восточной вершины горы составляет 5621 метров, а западная – 5642 метра. Белый покров Эльбруса состоит из более 80 ледников. Крупнейший из них – Тирскол, Большой Азао и Ирик. Ледники начинаются с высоты 3500 метров. Их площадь составляет 145 квадратных километров. Огромные ледяные массы дают начало рекам Кубани, Малки, Баксану и притокам Терека. Эльбрус сформировался более миллиона лет назад. Раньше он был действующим вулканом. И до сих пор, не утихая с порой, потух он или просто спит. В недрах Эльбруса рождаются и насыщаются знаменитые минеральные воды курортов Северного Кавказа. Это Кисловодская, Пятигорская, Исентуков и Железноводская. Короче, народ, мы скатились с горы Чигет. В общем, я вам не советую туда попадать. Разве что только ради фотографии, чтобы чисто пофоткаться и все. Там, короче, очень большие бугры, большие ямы. То есть там можно переломаться в легкую. И заплатите вы, короче, полторы тысячи за один скат по-любому. Второй раз вы туда не полезете в любом случае. Так что, если вы приедете, так что думайте сами, как оно все вам будет. Если вы профи, можете покататься, а так нет. Мы даже еще не зарегистрировались в отеле. Все, мы устали, идем домой. Вот наш отель «Снежный барс» называется. Номер на сутки стоит 3800. А вот в этом отеле мы проживаем на шестом этаже. Это один корпус основной. И здесь еще второй корпус основной. Мысль о восхождении на легендарную гору Эльбурс не давала покоя многим смельчакам. Их не пугали ни вечные снега, ни холодные ветра. Первая попытка покорить гору была предпринята в 1825 году экспедиции Российской Академии Наук. Но из всей группы до восточной вершины дошел лишь проводник. Впервые на вершину Эльбурса человек поднялся в 1821 году. Первопроходцем стал кабардинец по имени Килар Хаширов, которым был проводник экспедиции Академии Наук. А первым человеком, который покорил сразу две вершины, был балканский охотник и пастух Ахия Сатаев. Мужчина за свою долгую жизнь побывал на Великой горе 9 раз. Впервые он на нее взобрался в возрасте 40 лет. Последнего осаждения он совершил в 1909 году, когда ему было 121 год. Вон такие такси здесь водятся. Стоит 75 рублей с человека. От Кирскола до ЗАУ на таком такси ехать 10 минут. Обратная поездка по стоимости выше 100 рублей. Также во ЗАУ имеется прокат и горнолыжного снаряжения, которое можно приобрести за 700 рублей на полный день. Сейчас мы находимся при Эльбрусе. Высота горы 2350 метров на такие подъемники. Здесь в основном все кабинки. Ежегодно посещение туристов приезжает сюда более 250 тысяч туристов за сезон. Чтобы добраться до верху, надо пройти три очереди подъемников. На первой очереди действуют две канатных дороги. Старая маятниковая дорога и новая гондольная дорога. Заплатив при этом скипассы за полный день на взрослого человека составляет 1700 рублей. Стоимость на полдня с 12.00 – 1300 рублей. Для детей дешевле. Весь прайс на ваших экранах. Для удобства имеется банкомат, который расположен возле кассы. В первую очередь это ЗАУ. Добирайтесь до Кругозора с пересадкой до второй очереди МИР. Далее платите 600 рублей за весь день. Или 100 рублей за одноместный кресельный подъемник. Такой подъемник работает не всегда. Далее добирайтесь до третьей очереди. Это Гарабаши. Кстати, на станции МИР в кафе Фулл Хаос, расположенного на втором этаже, можно недорого и вкусно пообедать. Заказали лагман, овощную нарезку, шашлык, антрикот, глинтвейн, коньяк наш, кока-кола и манты. Поели мы, короче, на 1350 рублей. На троих. Было, кстати, очень вкусно. Во время Великой Отечественной войны 21 августа 1942 года на Эльбусе проходили бои в ходе немецкой наступательной операции «Идельвейс». Перевал, склоны, передвижение войск генерал Хуберт Ланц, командующий 1-й горной дивизией, отдает приказ о водружении на Эльбусе флагов немецких частей. Он вообще был помешан на флагах и даже предлагал назвать Эльбрус пиком Адольфа Гитлера. В результате тяжелых зимних боев немцы понесли большие потери и были вынуждены отступить. К концу зимы 13 и 17 февраля 1943 года при Эльбрусе было полностью освобождено. Природа Кавказа богата и выделяется разнообразием флоры и фауны. Для биологов здесь настоящий рай. Существуют здесь и виды, которые считаются редкими. Таким относится кавказский тур. Животное занесено в Красную книгу. И мне предоставилась такая возможность полюбоваться таким животным на Эльбусе. Поскольку кавказские горные козлы были изданы объектом охоты, численность их постепенно снижалась. К тому же большой урон поголовью наносил и хищник большой части рысей и волков. Туры сильные, крепкие, выносливые, травоядные, которые хорошо переносят снежную и морозную погоду. Шесть его выглядит рыжеватой, что иногда помогает животному удачно маскироваться. При этом окрас шкуры на животе является более светлым по сравнению со спиной. Ноги же темнее. Летом тур светлее. В зиме приобретают бурый окрас. У кавказцев имеются свои традиции. Сосуд для винопития из туре ворога. Почетный подарок у горцев. Если гость выпил вина из драгоценного сосуда, ворог преподносится ему в подарок. На этом я обзор заканчиваю. Надеюсь, всем было вам интересно. Не забудьте подписаться на канал, класнуть на колокольчик и оставить комментарий. Следующий выпуск был только про рыбалку. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok